всем привет с вами негатив очередной эпик у нас произошел сейчас я вам покажу не с кем было сюда пойти 22 недавно мы обыграли с 58 своим со кланом вот этого товарища ходил он с напарником из клана психи тоже 22 ранг не дали еще больше чем проиграли они двум двадцать первым рангом данный бой есть на канале у франкенштейна так сегодня мы посмотрим как я сыграл с данным товарищем позвал я вчера его он согласился и вылетели нам два бойца из армии украины оба турки насколько я помню один кизил эльма очень сильный боец второй боец сайза не менее сильный воин посмотрим что из этого получилось бой шел 54 минуты поэтому видео будет долгим смотрим карта неудача и для кого эта карта станет неудачнее мы посмотрим пока что на x3 ускорим максимально процесс просмотра выхожу с развертки я же с 22 рангом иду мне нельзя лохануться нужно показать как воюет наш клан сбор пошел не смотрю уже бежит забирая эти ящики по земле я в принципе собрал нормально здесь все оставляю своему союзнику ему так как он 22 ранг нужно выходить в авиацию и смотрим то что зеленый игрок тоже вышел с развертки но чуть медленнее меня и поэтому я беру все море полностью до своей базы повторюсь своему союзнику я решил оставить все вот здесь в контейнер лежала игры давай разведывай здесь я у него море забирать тоже не стал то есть эти ящики сейчас он заберет чтобы он максимально быстро вышел в развитии потому что когда идешь с развертки в море развитие стоит стоит конкретно эти штаб там появится очень очень не скоро рашка сожалению не прошел потому что мы сразу же увидели также готовящиеся дельты дельты крепкие уже стоит торпедка и морем здесь воевать уже смысла нету начинаю потихонечку закладываться минами здесь вот кайман вот моего союзника разведывает мой койот поехал включаю разведку показываю то что разведу вот что ли только апается третий штаб и апается вверх до викингов у меня тоже третий штаб апается пошла вверх до аллигатора я вообще в море не хотел после этого выходить минируясь дальше морем я играть не собираюсь здесь идем разведку здесь авиация но мой напарник уже в четвертом штабе все прекрасно здесь правда тоже четвертый штаб но тем не менее сейчас состряпается яга хам и по-быстрому их разнесем дикобраз уже первый появляется завод хама готов не самый быстрый выход в яга хам я считаю с тем учетом что хам еще даже не производится а уже скоро начнется восьмая минута это очень долго особенно для 22 ранга и для топового клана ебсг разведчик разведчик здесь упал над моей базой производится аллигаторы потихонечку минами от берега до берега мы здесь заложились продолжаем потихонечку по мере ресурсов здесь уже смотрим море викингов вторая вверх и апается тоже до викингов торпедки начинаем добавлять торпедок потому что нам каким-то образом от этого нужно отбиваться аллигаторами я не собирался забивать кого пробить я все равно ими не пробьет штамповать их вот так же как данный товарищ викингов бессмысленно опа здесь он разбивается админу и понимает что дальше проход закрыт выстраиваем здесь свою флотилию но оставаться он не хочет здесь дельты на морском ударе отпугиваем их начинаем дразнить но не хочет он не хочет викингами заезжать на мои мины совсем не хочет здесь полный отряд ягахама все великолепно думаю ну все как всегда в принципе я держу оборону кто-то кого-то выносит я здесь продолжаю аллигаторов клепать минирую уже с этой стороны тут все вообще заминировал что сколько можно опять плывут дельты подгоняю аллигатор начинаю здесь отшугивать он естественно засветил здесь пятачок мин не лезет не лезет у меня еще только четвертый штаб наконец-то пошел здесь опять разведка здесь идет солидный отряд ягахама стеночки ну и конечно же торы как он получил все пол отряда сразу нету здесь уже грады на бугре стоят здесь у меня вообще беда происходит целая флотилия стоит дельты все приплывают чем кое-как он заезжает здесь у торы промахнулись слава богу и смотрим на что был разменен данный отряд ягахама завод до градов забрали великолепно не разложился ничего куда вот эти вот поехали ребята вообще непонятно торы еще раз торы все один завод до градов несколько градов вот здесь на заезде тем временем здесь я получил маленько он продвинулся раздамажил свои викинги по мины и аллигатор у меня остался всего лишь один который мне нужно каким-то образом контрить вот этот весь флот здесь дельты включая оборону минами вышибая эти дельты у меня четвертый штаб достанавливаю еще торпедки срочном порядке произвожу аллигаторы здесь вот не до контроль слишком близко подъехал по миллиметру по миллиметру он продвигается здесь следующий отряд ягахама да здесь вот тор меня пробомбили еще но торпедки фуловые не успел он этот побоялся заплывать через мины и это разумно я сейчас починюсь здесь опять мини отряд ягахама заезжает смотрим что здесь он выбил вот здесь он разложился вроде бы ну естественно тор завод до зевсов неплохо неплохо на отряд ягахама один завод я здесь поставил авиазавод потому что понимал что если эти викинги пойдут мне отбиваться либо ягуарами либо стрекозами придется здесь по-прежнему производится ягахам я говорю давай выдвигайся вот в эту точку будем атаковать зеленого игрока он флотом увлечен больно сильно а синего потом добьем на этой тактике уже отработал на этой карте отработанная тактика не раз вот здесь опять идет шевеление я продолжаю минировать по возможности ресурсов 6 торпедок у нас стоит выходим в кречетов потому что понимаю что эти игроки играют через луч знаю не раз с ними играл пробить их мы не пробиваем активных действий с их стороны не идет никаких значит они копят на луч здесь уже мой небольшой отряд ягахама и небольшой отряд от моего союзника чему он не послал весь ягахам чтобы мы огромные массы просто продавили непонятно но в принципе этого должно хватить наверное тем более что зеленый игрок вышел во флот очень много флота начинаю здесь кататься дразнить думаю уйду вниз мой союзник пойдет вверх то есть ну растянем армию тем более она здесь небольшая встаю и что мы видим мой союзник едет вплотную ко мне не разложился ничего зачем он катается непонятно вот он вроде бы еще только разложился уже всю армию потерял меня естественно пробомбили торы на он опять по-прежнему мы даже армию там из семи зевсов просто не забрали вообще ничего не забрали по заводу начинает стрелять хам сел не отступить не проехать ничего вообще ну заедь ты наверх начинай сверху расстреливать все опять армия яга хама потеряна здесь следующая пачка с этой стороны фулк его не судьба накопить я уже пишу то что раз такая застройка стенами здесь идет а синий игрок не вылезает ну 100 очков сейчас лучше будет я говорю давай чего-нибудь делать уже все пошли стенки пошли грады опять отряд яга хама здесь просто упарывается вообще ничего не сделав прям вообще ничего пишу отступаем ну смысл сколько уже он яга хамов слил еще ничего не сделал уже 23 минуты не пробить никого не может ничего не может все уехал снес стенки красавчик здесь зеленый игрок начинает сливать свой флот порывается админы зачем-то я вот здесь разведку выставляю чтобы дельты не приплыли не разминировали потому что если он здесь разминировать и зайдет с этого боку мне здесь придется не сладко ставлю 2 обезавод понимаю то что союзник мой луч не выбьет однозначно а он там скорее всего уже и зеленый игрок пошел как я предполагал все-таки низом общем мины здесь отрабатывают флот чувствуется фуловый обычно викинги улетают быстрый пошел он к моему союзнику беру своих трех аллигаторов и пытаюсь догнать это все пишу то что давай там торпедки что-нибудь ставить быстрее на счет это вся армада к тебе придет я торпедками над своими отобью как-нибудь здесь прошел один викинг он понимает что вероятнее всего я вот догоню что и произошло здесь ставится торпедки вот слава богу успели достроиться я уже спокоен начинаю добивать вот морской удар не включил непонятно викинги кончились минус этого боку фактически тоже здесь опять от готовится армия небольшой ягахам от моего союзника торпе летел упал если чуя на разведку видим луч я его начинаю выбивать луч крепкий но все выбили слава богу 5 штаб армии нету фактически тор и луч все здесь опять весь до заказ сюда нет бы собрать одну большую армию продавить одного игрока разрозненные войска по всей карте непонятно игрок делал понимаю что зеленый слил свою армию вот он ухожу вниз к синему игроку торпедок мы не увидели наземной армии мы заходим отсюда здесь нас встречает пачка зевсов щиты немного градов подъезжаю вплотную раскладываемся и начинаем вышибать эту армию ягуара 21 ранга это мощь летит огромная пачка торов бомбит бомбить прилично очень прилично у меня выжил один хамелеон опять мой союзник стал вплотную ко мне зачем-то не судьба проехать все таки у меня один хам остался на земку мы эту разобрали кое-как вот он наконец-то поехал наверх где нету наземной армии можно спокойно проезжать в угол и разносить оттуда все я своим небольшим отрядом здесь подобирал и отступаю потому что у меня хам садится здесь видим строящийся луч разложился начинает выбивать все великолепно луч выбит здорово но тем не менее оба игрока в пятых штабах здесь 5 еще только апается из армии вот это вот куча зачем сколько дикобразов зачем если у нас нет вертекса у нас поры сделай нормальную пачку ягуара и продавить сколько тут 6 дикобразов ну вот зачем они были здесь нужны просто они ну пехоты нету кречетов тоже нет воров дикобразы не сажают есть приплыли мои аллигаторы начинаем выбивать штаб естественно армию синий игрок отсюда увел сейчас даст возможность вот этому яга хаму зайти здесь я отступаю аллигаторами потому что мне их ни в коем случае терять нельзя иначе мы штаб не выйдем начинаю оттягивать девсов на себя ломать то что можем сломать параллельно зевсов разбираем здесь идет заход яга хама какой-то непонятный заход даун торов конечно боится понимаю ну блин надо было заходить быстро быстро вот ну чё вот она под градами опять стоит это либо заведи туда пару танков чтоб они светили разложить забери этих град либо я не знаю на разведку заскать естественно летят торы забирают опять пол отряда так он не починил видимо ресурсов нет заметьте здесь ягуар до сих пор стоит да он выбил аэродром и все здорово но опять контроля не хватает его краю забери там еще что-нибудь здесь он зашел начинает выбивать заводы армии естественно ушла на аллигаторов на моих сейчас эта армия начинает оттягиваться опять к нему я снова плываю аллигаторами начинаю вышибать 5 штаб здесь пролетая авиации видим что опять стоит луч который уже ударил по моему союзу все не реконструкции ничего здесь осталось несколько ягуаров которые стреляют зачем-то по заводу вместо того чтобы добрать 5 объекта еще штаб я роняю от пятого уровня и сейчас задача выбить луч ну то что надо выбивать его вот он проезжает ему атакуй ничего не начинает ломать этот луч я здесь пытаюсь забрать аэродромы прочие здания идет разнос базы синего игрока все луч выбит мы выиграли опять время но вопрос в том что здесь база намного сильнее осталось нежели вот здесь здесь посмотрите не реконструкции ничего не задействует до сих пор не ставится заводы вот он один завод ягуаров он опять куда-то поехал куда здесь я лечу уже своей авиации разведывать зеленого игрока смотрим луча пока что нет великолепно есть время поиграть на земкой здесь скопился небольшой отряд яга хама уже моего чисто без дикобразов без всего включаем этого хамелеона и продвигаемся базе зеленого игрока здесь вижу циклона понимаю то что у меня сейчас будет пересвечивать отступаю своей наземкой фор и пробомбили пробомбили мимо разведаю хотел выбить завод 3 уровня но он очень крепкий и решаю выбивать торов чтобы было их как можно меньше пока чтобы яга хамом хотя бы можно было поиграть спокойно энное время здесь я оставил ядерную шахту потому что понимал что тащить одному мне и он ее бомбит но тем не менее торы получили серьезно один по-моему вернулся у меня два аэродрома липается яга хам из авиации он пытался залететь я хамелеон вовремя включил отступаем у меня тоже ресурсов то не хватает мне авиации флот делается и яга хам делается плюс забивать армию тоже дикобразами ну кого и так не хватает постоянно здесь опять он пытался и мини-отрядом что-то зайти непонятное что-то делал торы пробомбили его вот он восстановил свою базу опять один завод хамы один завод ягуаров второй завод ягуаров 4 цс и все и продолжает клепать армию штаб не чинится ничего не чинится ну блин как так играть то здесь веду разведку луча нету четвертый штаб стоит а вот здесь вот разведку провел здесь опять строится луч его опять чем-то нужно выбивать каким-то образом потому что здесь уже прилетела естественно следующий удар будет по мне поднимаем снова свою авиацию мне пишет то что такую я и так понимаю то что такую доигрывать точно мне одному еще выбиваем этот луч возвращаемся авиации здесь небольшой отряд наземки здесь по-прежнему ни развития ничего нету штаб не чинится здесь пор еще пролетели вот наконец что-то начало чиниться пробомбили его и ему повезло что бомбили не штаб а именно заводы пишет давай атакуем я собирал нормальный отряд яга хама вот такими пачками атаковать я не вижу смысла таких игроков тем более в бугор чем здесь опять в наглую заезжаем начинаем вышибать на земку на земку вышибаем очень быстро циклоны а дикобразов у меня всего лишь одна один здесь поднимаю свою авиацию управляем второй армии выбиваем этих циклонов прилетают тары тары про бомбили про бомбили очень больно но тем не менее хамы у нас 23 даже целых и хороший отряд ягуаров включаем свежего хамелеона пишет мне я так понимаю давай атаку иначе нам сейчас жопа будет да я понимаю вопрос в том что я не могу один играть против двух игроков тем более настолько сильны здесь по-прежнему ничего два завода и ну блин если играешь чистый яга хамом как минимум мне кажется должно стоять пять заводов а лучше шесть каким образом я играю через четыре завода и плюс два завода авиации и еще вверх ну это 22 ранг я ожидал здесь честно авиации которая будет имбовать которая затащит весь этот бой и все будет прекрасно здесь прилетели опять вертекс и разведали меня здесь уже я веду разведку и здесь уже опять 5 штаб то есть все преимущество которое мы выиграли мы уже его потеряли пишут аж производить технику хорошей фигней страдать здесь вот более-менее нормальный отряд здесь тоже копится разведали его опять у меня полтора звена кречетов здесь прилетают торы бомбили они опять мою ядерку но я их догоняю здесь своими кречетами вышибаем и снова видим строящийся луч мне нужно и зеленого атаковать у меня яга хам делается у меня флот делается авиация делается мне лучи нужно двух игроков контролировать а мой союзник не может наземкой продавить хотя бы одного игрока наконец-то собрался нормальный солидный отряд яга хама где нету 150 дикобразов и здесь всего лишь четыре непонятно зачем опять пишу выдвигайся надо сносить одного игрока в общем все наконец-то он собрал всю свою армию всю свою волю в кулак намотал так скажем сопли и поехал ко мне додумался я здесь произвожу по прежнему яга хам флот и здесь еще один строящийся луч у нас два луча и с ними что-то нужно делать он не пишет давай разведаю я говорю здесь вот уже построившийся нужно его выбивать в первую очередь чем выбиваем этот луч всего прекрасно отступаем своей авиации несколько кречетов разумеется упала три штуки а нет один всего лишь упал хорошо залетели чем строится новые по ложке торпедки уже стоят здесь разведал посмотрел вообще если торпедки или нету потому что у меня есть флот а у него всего одна торпедка чем поднимаем авиацию флотом нападаем снизу авиации выбиваем вот этот вот луч луч уничтожен авиации отступаем здесь у нас зашел успешно флот начинаем на морском ударе все это вышибать вышибаем на земку ставится судорожно торпедки а здесь уже пошел отряд яга хама наконец-то нормальный отряд яга хама здесь и мой и его я смотрю он пошел туда думаю не дружище я пойду вниз и вот опять смотрите он опять тоже едет вместе со мной огромная масса яга хама здесь торы торы благо промахнулись в общем мы здесь всей этой армады начинаем выносить зеленого игрока все штаб упал береговая линия чистая заводов фактически не осталось бомбят опять торы я здесь вот разложился в принципе широко он проехал параллельно здесь веду разведку видим еще один луч еще один лучше ребята здесь еще одна огромная партия яга хама пишу то что атакуй я здесь зеленого игрока сам доберу у него здесь как бы в солидной армии он пишет так точно думаю ну все чудесно выиграли он что-то начал вид питаться и непонятно что он хотел я своей авиации начинаю здесь это пытаться вышибить но он здесь очень уже много было поставил и просто-напросто у меня не хватает кречетов выбить этот луч смотреть что делает он он по-прежнему стоял все это время здесь я меня уже бомбить начала я пишу атакуя такую точку атакуя он уже заряжается сейчас жахнет нам нужно забрать этот луч иначе сейчас будет жопа полная в общем так точно едет не разведки не атаки такое ощущение не включены я здесь естественно добираю зеленого игрока летят торы летят бомбить мой яга хам опять он здесь что-то мечется куда-то в углы минуту с лишним уже потеряли луч заряжался все видно же было все мечется 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 ну и естественно все куда он полетит естественно он полетит по моей базе на ни одного завода ничего не уцелело вот единственные до ягуаров вообще прекрасно здесь по прежнему ничего нету два завода для ягуаров хам 4 с восстановился называется приехал убил луч главное это сделать вовремя как бы есть огромная армия наземки но я думаю справимся справимся по активности мы тащим в этот момент я понял что мы играем уже почти час единичные торы там уже нету сейчас он последний умрет и начинает он разменивать здесь на земку не успешно здесь идет дотекание который по всему кругу проехал и участвовал в битве я своих аллигаторов тоже потихонечку подтягиваю чтобы это все контролировать параллельно восстанавливаю здесь своей армии я добрал зеленого там одном то ворка осталось чем заезжает он оставшимся мини отрядом смотрите насколько наглый конфедерат опять ставится лучше но он сразу же падает в общем оставшиеся детства начинает умирать если не аллигатор еще подтянулись тоже начинают вышибать береговую линию аккуратненько на стопе и вот опять не разложиться ничего впритык за и вот наконец-то он разложился миллион куда-то катается миллион умирает пока нет но я думаю скоро умрет зеленым я там закончил полностью ну чё это так чё за метание вообще непонятно но разложите на нормальной дистанции до вышибай нафига кататься ягуарами как будто ты играешь молотами ягуар в таком неразложенном видео от него толку вообще нету здесь у него дотекание идет я тем временем решил вишенку на торте поставить здесь вот . заряжается как без нее до более мы два луча пережили а сколько их тут выбито было это вообще кипец наверно штук 8 в общей сложности ну и соответственно летит здесь уже мой эгэхам остатки приехал баба все вот такая вот заруба ребята как будто заново отыграл всем спасибо за просмотр комментируйте то что думает но думаю что 22 ранг и bsg отыграл очень очень плохо как бы непонятная игра мини-отрядами яга хама непонятно как он и не управляет зачем он заезжает одной кучей с моим яга хамом почему он не вышел в авиацию двадцать первому рангу пришлось играть и флотом и авиации яга хамом помогать и фактически ну аллигатор и авиация сделали этот бой тем учетом что я был на той позиции где авиацию вообще по сути делать не должен а он был абсолютно на выигрышной позиции где его никто трогать не будет может до него хрен доедешь и ну не знаю комментируйте говорите что думаете по этому поводу может я ошибаюсь и предвзято отношусь не знаю спасибо за просмотр всем пока